Ну что, друзья, товарищи, всем большой привет! Сегодня мы немножко поиграем на моём втором аккаунте, и, друзья, сегодня будет что-то прям сверхопасное, потому что я прокачаю ведьму до пятого левела. Посмотрим, как она себя будет в целом вести, потому что пятый уровень ведьмы это довольно интересно, это довольно по-взрослому. Глянем, как она будет именно демонстрировать себя в каточках, ну и, соответственно, всё, что с этим связано. Всё, пацаны, время не тяну, а по её пятый левел мы у неё получаем, и, собственно, вот такая вот колода у нас сегодня есть. Как забавно видеть то, что я раз всего лишь второго левела, а ведьму аж пятого, интересно, конечно. Но, в принципе, ладно, это не особо имеет значение. В принципе, друзья, майндека абсолютно спокойно, собираемая каждому, абсолютно её собрать может кто угодно, нет ни единого легендарного персонажа, абсолютно ни одного. Да и карты, в принципе, которые уже доступны, ну, чуть ли, наверное, не с третьей какой-нибудь второй арены, я точно не знаю, но да, наверное, на третьей арене их уже можно всех собрать, поэтому как-то так. Ладно, ребята, время не тяну, давайте пока поставлю на паузу, чтобы вот этот вот именно фрагмент с приветствием и прокачкой ведьмы у меня никуда не делся, ну и, соответственно, вновь подрублюсь и пойдём катать. Давайте. Так, я подрубился, почапали, ребята, собственно, в наш первый бой, ну и, собственно, глянем, как эта ведьма именно пятого левела, ребята, будет себя демонстрировать. Мне, на самом деле, дико интересно. Ага, тут уже пацан как бы не терпится, ему он в атаку идёт, окей. Я, пожалуй, приму удар от его дракончика на гигант, как бы я вообще не особо люблю получать урон, который я как бы не могу именно благополучно отбить и потом перейти в контратаку, поэтому пришлось сделать именно вот таким вот образом. Так, противник, ну, ты же будешь контрить моего гига, неужели ты реально допустишь его до вышки? Чё-то пока непонятное происходит, ладно, братан, ты сам мне позволил это сделать, я не знаю, на кой фиг сейчас... Стоп, я чё-то не понимаю немножко, где противник? Алё, дружище, приём, 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 братик, ты куда делся-то? Варваров, может, ещё скажешь, тоже деф не будешь. Алё, друг, на тебя варвары бегут, а за ними скелетики. Короче, ребят, всё понятно, противник куда-то благополучно тикнул, я не знаю, в общем, добиваем его Тауэр, там у него всё равно, на донышке было ХП, ну, в принципе, окей. Идём, получается, и забираем его, наверное, вовсе на трёшку, чё, как говорится, это ждать. Ну, спасибо большое, братан, реально огромное спасибо, ясно всё, ребята, как проходит первая каточка. Ну, блин, здесь я вообще как бы не виноват, здесь я как бы вообще... Всё, да, теперь уж точно всё понятно, противник благополучно ливнул, ну да, как говорится, и фиг с ним. Кстати, ребят, гляньте, ведьма пятого левела колдует аж десятых скелетиков, их, кстати, не будет ваншотить даже второго уровня ледяной колдун, что весьма-весьма круто. И мне это нравится, ребят, погнали. Ещё бы в идеале узнать, каких скелетиков моя ведьма будет ваншотить, то бишь там, я не знаю, девятых будет, не знаю, восьмых. Ну, восьмых, да, обязательно будет, наверное, девятых тоже. Ну, в принципе, короче, поиграем, посмотрим. Я думаю, нам сегодня однозначно попадётся противник с какой-нибудь там армией скелетов. Ну, короче, глянем, ребят, не буду особо сильно загадывать, там будет видно. Собственно, противник здесь у нас, опять же, ребят, десятого левела с колдуна начинает игру. О, отлично, кстати, девятого левела скелетоны, мы на них как раз и протестим, будет ли именно наша ведьма давать ваншот по всему этому делу. Обязательно, соответственно, глянем. Тут, друзья мои, я накидываю вот такую вот, ну, блин, не особо удачную ведьму на самом деле, потому что в идеале это всё дело начинать где-то, ну, где-то ближе к краю нашей базы, но да в целом и так пойдёт. Сейчас мы с вами, друзья мои, залетаем, и вы просто глядите, что у противника происходит с вышкой. Десятые скелеты от ведьмы, плюс гигант седьмого левела, да плюс ещё и урон от самой нашей ведьмочки пятого левела, это, друзья мои, просто бомба. Только что мы ещё и забрали у оппонента его принцессу, отлично так продамажили у него колдуна, то бишь он сейчас всего лишь на один фаербол остаётся. Слушайте, а че нам это парится-то? Давайте я его реально фаерболом добью. Найс, братан, я знал, что ты играешь моей любимой картой. Ставьте плюс, пацаны, если вас задолбали элитные варвары в глобале, серьёзно, их просто как... Я бы сказал, как чего в проруби, но не буду. Короче, играем, друзья мои. Во, давайте протестим ведьма пятого левела против скелетов девятого. Будет ли ваншот? Самый интересный вопрос поступил, и да, друзья мои, наша ведьма ваншотит девятого левела эпических скелетиков. Это, по-моему, в общей сложности четвёртый левел самой прокачки карты. Если я ничего не путаю, братан, ты только что взял и погубил своего шахтёра. Как же так-то получилось-то, нехорошо у тебя. Ладно, ребята, пытаемся сейчас реализовать нашу ведьма. Всё внимание на скелетиков по центру, которые под рейджем. Друзья, 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 вы гляньте, что они просто делают. Они насилуют его тауэр, как только им угодно. Охренеть можно. Я серьёзно немножко в шоке пребываю. Вы прикиньте, да? Чисто шесть или сколько там, девять скелетиков взяли и благополучно его снесли. Ведьма, я тебя просто обожаю. Я не знаю, почему топы перестали с этой ведьмой играть. То есть, дошли там, допустим, они до такой хорошей прокачки, там, 12-13 левел, и всё. И забыли проить саму ведьму. Зачем? Она просто прекрасна, ребята, если её довести там до девятого. Господи, ну не до девятого. Я на самом деле не помню, какой максимальный левел эпика в игре. Серьёзно не помню. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой максимальный левел эпической карты в игре. Я точно знаю то, что обычную карту можно прокачать до 13-го левела, редкую до 11-го, эпик до 9-го, да, ведь вроде, если я ничего не путаю. Блин, ну могу ошибиться. Ребята, реально, огромная просьба, напишите. Я с удовольствием почитаю, признаюсь честно. Ну, в общем, ладно. Это сегодня у нас не самое главное. Самое главное, что у нас, ребята, ведьмочка теперь 5-го левела. Это просто прекрасно. Так, я надеюсь, что у противника нет запа, потому что если у него есть запа, я сейчас специально взял такое чувство и слил. Да, я только что взял и слил в никуда, абсолютно в никуда, своих мух. Я их мог оставить, да, я их реально мог оставить для того, чтобы, боже, а противник-то, друзья мои, играет через такой нехилый воздух. Вы гляньте. Ё-моё. Ёлки-палки, осторожно, ребята, здесь главное не торопиться, не спешить. Давайте я наброшу вот такой вот фаербол для поддержки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А можно побыстрее разобрать его пламенного? А, пламенный у него тупит. Он отвлекся на скелетиков. Господи, как же это хорошо, потому что под рейджем противник нам бы сейчас настолько, ребята, жёстко навалял. Короче, вы даже себе не представляете. Это просто могло бы очень-очень плачевно закончиться. Ну, в общем, ладно. Как говорится, пронесло. Как говорится, хорошо. Как говорится, едем дальше. Всё. Я, соответственно, ребята, больше на это дело не куплюсь. Я вижу, что там у него ледяной голем благополучно чапает. Братан, ты меня запарил реально с этим пламенным драконом. Ты меня просто заманал. Я не знаю, что мне с ним делать, друзья мои. Он просто постоянно плавит моего дракона. И хрен знает, что противопоставить этому всему делу. Вот серьёзно вам говорю. Я просто теряюсь, когда вижу всю вот эту вот фигню у него. Я вам скажу реально откровенно и честно. Я просто, ребята, немножко даже теряюсь. Давайте фаерболом я здесь пройдусь именно в первую очередь по его пламенному дракону. Отлично, ребята, получается. И урона мы сейчас не огреб... Ну, вообще толком не получаем. Опять же, опа. Пламенного дракона он сейчас, по-моему, потратил пораньше, нежели чем он это до этого делал. И, в принципе, возможно, это наш шанс. Но, опять же, не точно. Сейчас, короче, глянем. Давайте надгробие поставлю. Добираем этого товарища. Его мне срочно нужно, этого пламенного дракона, до конца... Да, господи, оставь ты моего гиганта. Заманал, серьезно, гад. Отлично. Добиваем его, ребята, срочно. Выдаем здесь, значит, ведьму. Накину, пожалуй, еще и баночку ярости. Так, 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 ребята. Блин, фаербол я не буду выдавать. Фаербол мне жалко. Ведьма, а ты можешь забрать у него это дело? А тут я еще гиганта к себе тогда кину. Найс, ребята. Пока все протекает весьма недурно. Миньончиков выдаем. Пофиг на его бревно. Бревно нашу пятую. Ёлки-палки, ведьму не заберет. Никоим образом. Тут я накидываю еще, ребята, фаербол для такой пущей поддержки. Продамаживаю, наношу офигеннейший урон. И просто насилую противника. What the fuck? Как я мог победить? Я до сих пор не понимаю. Я целый бой получается. Ну, реально, я отставал. Я вообще никакого урона не мог выдать, выходит. И тут... Да, братанки. А, да кон 11-го левела был? Серьезно? Пацаны, я клянусь. Я только сейчас посмотрел на левел его башни. Я серьезно. Я только сейчас посмотрел на то, какого левела его центральный таур. Офигеть. Ребят, ну лайков за такую катку можно накатить однозначно. 3-3 стапаем благополучно. Естественно, это далеко не предел. Я думаю, данной колоды, если продолжать играть и продолжать тренироваться, можно благополучно, вообще благополучно апнуть еще больше. Поэтому играем дальше. За этот выпуск мы с вами однозначно, как минимум, кроунчест какой-нибудь банальный должны будем выформить. Поэтому давайте. Миндюнчиками я сейчас, пожалуй, отобью его принцессу. Значит, ух ты, гад. Ничего себе он, конечно, дает. Ладно. Пришлось мне сейчас потратить фаервол. Очень как-то нехорошо получилось, что у него принцесса среагировала именно не на само надгробие, а в целом. А на скелетиков получается. Это грустно вышло. Серьезно, неприятный момент. Так, давайте варварами оттуда отдефить. Хотя нет, нужно было не варварами оттуда, а самой ведьмы, конечно, выходит. Ну ладно, давайте я тогда попробую реализовать моих варваров хотя бы. Ведьму пока ему палить не буду. Сейчас, хоп, у него какая-нибудь орда муха окажется. О, кстати. Вау. Вау, 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 ребята. Я сейчас удивился не только тому, что у противника элитные варвары 11-го левела целого. У противника, друзья мои, еще... Да ты заманал меня со своей принцессой. Ты можешь успокоиться? Пожалуйста, друг. Я тебя просто умоляю. Угомонись, братан. Охренеть, ребят. Элитные варвары. Я уже писал, да? Не писал, господи, а говорил вам про то, что... Можете плюсануть в комментариях, если тоже вас запарили вот эти вот... Вот эти вот два братка на этих кубках. Реально очень бесят они меня. Серьезно. В последнее время их слишком много в моей жизни стало. Давайте тут я запну вот так вот. И попытаюсь сейчас так вот именно сделать. Очень даже, наверное, глупо с одной стороны. Но с другой стороны это работает. Блин, варвары, вы, конечно, красавчики. Не те, что элитные. Элитные это... Ну, вы поняли. А это как бы нормальные пацаны. Это наши ребята еще с Clash of Clans пришли. Поэтому я их обожаю. Так, окей. Погнал гигант, который впитает здесь урон. Я не знаю, правда, почему я его выдал по этой стороне. Серьезно, интересный вопрос. Ну, ладно. Пофиг. Окей. Окей, друг. Я тебя... Я тебя понял. Элитными барбиками дефаешься. Слушай, а что я это как бы велосипед стараюсь изобретать, когда можно твою элиту спокойно, абсолютно, при том реально спокойно, дефать с помощью варваров? Правда, знаете что? Мы сейчас от его хога люто огребем. Даже настолько люто, что, по-моему, давай до свидания, вышка. Да, ребят. Так оно и произошло. Да что ты ржешь надо мной, господи? Они такие овощеватые. Вот эти вот противники с элитными варварами. Мало того, что они с помощью элиты, как правило, и тащат только. Ну, так получается, реально. По факту. Они еще и постоянно над тобой ржут. Господи, я просто постоянно с них ору. Ладно. Давай, братан, элитные варвары. Сейчас капец, как от тебя ожидались. Давай еще армию скелетов на гига. Да, ты же у нас читаемый, молодой человек. Ну, сделай, сделай так, друг. У тебя, мой бог. Ты уже видишь, что вышка падает, но все равно ты так делаешь. Какая прелесть. Ладно. Ладно, дружище. Давай здесь, соответственно, ребята, запустим ведьму. На его громоверсце я забиваю. Серьезно. Абсолютно пофиг мне на то, что он там собирается бацать. Я тут делаю так, делаю так, делаю так. И сейчас будем ржать мы. Уже сразу же при фаером начинаем угорать. Потому что урончик-то пошел. Как ни крути, братишка, да? Я думаю, да. Урончик реально пошел. Так, здесь я, пожалуй, поставлю надгробие, чтобы вообще как бы не отхватывать. Так, дружище. Не-не-не, давай в следующий раз как бы посмеемся с тобой. Ладно, я думаю, ладно. Так, осторожно, осторожно, осторожно. Я накину здесь ведьму, пожалуй. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Разбираем его ведьму. На ура. Погнал также гик по центру. И баночка ярости здесь, я думаю, залетит, опять же, классно. Здесь мне нужен... Господи, ведьма, я тебя обожаю. Она еще и армию скелетов 10-го левела ваншотит. Это просто прекрасно. Так, друзья мои, хороший урон довольно залетел. Ничего не могу сказать плохого именно по этому поводу. Отличнейший фаер с нашей стороны. Прекраснейший просто. Здесь выдаю барбиков, ребята. Здесь ставлю гроб. Вот такой вот, значит, тихо-тихо-тихо-тихо, друзья мои. Осторожно. Не спешим, не торопимся. Давайте я, пожалуй, сделаю как-нибудь так. А тут, допустим, поступлю вот таким вот образом. 6, 5, 4, 3, 2... Ну, ладно. Ладно, братан. Я думал, я не успею, ребята. Ржем. Ржем. Просто много, много лайков заслуживает данный выпуск. Ребята, много. Ладно, удачи тебе. Дальше играй с элитными варварами. Береги попу. Короче, открываем, друзья мои, кроунчест. Смотрим, что там падает. Это было просто мега жестко. Я надеюсь, вы оценили. Открываем золото, гемы, банда гоблинов, боевой таран, ракета и рыцарь. Абсолютная фигня падает. Но сам смак от именно этой катки я получил. Надеюсь, вы, ребята, тоже отыграли. Мы с вами просто прекрасно, бомбезно, восхитительно. Надеюсь на ваш лайк. Друзья мои, показал вам сегодня колоду. Она прекрасна. Я буду продолжать ее тестировать. Я буду продолжать смотреть на то, на что она способна. Не забываем ставить лайк. Не забываем именно писать положительные комментарии. Друзья, мне будет очень приятно. И, в общем, на этом я заканчиваю. Желаю вам, ребята, удачи, счастья, добра, здоровья, всего самого хорошего. Говорю, что увидимся мы с вами совсем скоро. В ближайшем будущем. На новом ролике или на новом стримчанском. Всем, друзья мои, пока-пока. И до скорых новых встреч. Давайте.